Строительство большинства объектов здравоохранения в городе и населенных пунктах идет с опозданием. Об этом заявила начальник управления строительства и ЖКХ региона на заседании собрания депутатов по социальным вопросам. К 30 сентября закончат строительство лабораторно-диагностического и реконструкцию патологоанатомического корпусов. Какие изменения произойдут в окружной больнице в ближайшее время и в чем нуждается медицинский персонал, узнавала Екатерина Гончарова. Острая нехватка площадей – первая и главная проблема Ненецкой окружной больницы. В приемном отделении дефицит в пространстве испытывают уже давно. Сюда поступают пациенты гинекологического, терапевтического и хирургического отделений. В одном кабинете прием ведут несколько специалистов – от окулиста до гинеколога. Естественно, все эти врачи не могут проводить обследование одновременно, что вынуждает пациентов подолгу сидеть в очереди. В лечебных отделениях площадей также не хватает. В настоящее время в отдельных палатах у нас вместо положенных четырех кроватей стоит по шесть, что опять же создает неудобство для пациентов. Бывают ситуации, когда наши пациенты вынуждены лежать в коридорах, ввиду того, что данный вид медицинской помощи и востребован, но ввиду недостатка площадей мы просто не можем разместить их в палатах. Решение проблем руководство окружной больницы видит в пристройке. По плану она позволит увеличить площадь главного корпуса почти в полтора раза, а именно на 4400 квадратных метров. Проект пока находится в стадии подготовки и обсуждения. Все равно плюс шесть месяцев на проект. Это самый оптимистичный прогноз, я еще раз говорю. И два месяца экспертизы, потому что этот проект в любом случае проходит экспертиз. И только после этого возможно начало строительства. Гораздо раньше жители Ненецкого округа смогут оценить другой новострой. Лабораторно-диагностический корпус должны сдать до 30 сентября. Сюда перенесут отделение переливания крови, спортивной медицины, лабораторию и рентгеновское отделение. Кроме того, в новом здании планируют проводить функциональную диагностику. Все это разместят на площади около 5000 квадратных метров. Планируем размещение всех отделений, которые сейчас располагаются в старом здании, в старом корпусе больницы, в котором в дальнейшем планируется снос. Также до 30 сентября закончит ремонт на отделочные работы в патологоанатомическом корпусе больницы. Реконструкция включает капитальный ремонт первого этажа и вентиляционной системы. После модернизации в корпусе появится ритуальный зал. Здесь установят стулья и постамент. Стоимость реконструкции корпуса почти 2 миллиона рублей. Екатерина Гончарова, Александр Дуркин, Телеканал Север.